Для Беларуси Ленинградская область это, в первую очередь, новые возможности выхода на Балтийскую акваторию. Порт Усть-Луга. Как будет работать вот эта вот новая логистика? Почему это взаимовыгодно? До недавнего времени основные грузы в Беларуси отгружало через Прибалтику, причем объемы достаточно большие, это десятки миллионов тонн. Было бы правильно, чтобы отгрузка шла безопасно. То есть не было бы возможности, как у нас иногда говорят, сделать дверь закрыть на защелку или перекрыть кран. Мы уже примерно полгода проговаривали вопросы размещения специализированных терминалов для белорусских грузов. Понятно, что сегодня, если мы говорим о собственном терминале, то его надо строить с нуля, это все-таки два года. Поэтому сегодня мы рассматриваем комбинированный вариант. С одной стороны, это начать строить порт на выделенном участке земли, а второе, это используют существующие терминалы в услуге. Уже сейчас? Уже сейчас. Либо по договору совместного использования, либо по договору аренды, либо по иной какой-то юридической отработанной схеме, для того, чтобы через уже существующие терминалы можно было производить отгрузку. Но мощности позволяют компенсировать нам вот эту вот возникшую брешь. Более того, сегодня на вводе в услуге ряд новых терминалов, где спокойно можно входить и через которые можно спокойно отгружать продукцию. И мы не должны забывать, что есть еще резервный порт Бронко. Он не такой большой объем для перевалки, но он как резервный порт тоже абсолютно подходит. Какая выгода для Ленинградской области в этом деле? Любой оборот, любая логистика – это рабочие места, это налоги. И самое главное – это все-таки для нас новые возможности, потому что, когда мы говорим о работе того или иного терминала, это не только сама причальная стенка до экрана. Это целая последовательная цепочка событий, в каждой из которых в своей нише работает то или иное предприятие, работают десятки и сотни людей. Поэтому, конечно, для нас это такой драйвер роста экономики. В этих условиях это очень важно. Услуга и, возможно, Бронко – это выход в какие точки земного шара? Практически в любые. Это, в принципе, суда типа Панамакс. Можно было бы и больше, но, к сожалению, есть датские проливы, которые не дают возможность проходить судам водоизмечением больше, чем 200 тысяч тонн. Но это те суда, которые уходят и на Африку, и на Азию, и на Латинскую Америку. Сегодня услуга – это крупнейший международный порт. И мы сегодня видим, у нас произошло снижение объемов отгрузки в Европу, но у нас увеличились объемы отгрузки в Азию и Южную Америку. И поэтому объемы у нас пока остались прежние. Более того, даже по первому кварталу был небольшой рост. Кстати, сегодня активно отгружаются и минеральные удобрения. Мы и Беларусь – основные поставщики минеральных удобрений в мире. И активно отгружаются нефтепродукты, не только сырая нефть. И активно отгружается химия, активно отгружается руда. То есть работа идет. Цифра товарооборота, которая прозвучала на днях, товарооборота Беларуси и Ленинградской области, порядка 700… 710 миллионов долларов США, но в эквиваленте. У нас золотой миллиард. Замахнемся? У нас все для этого есть. Это негрумкие слова. Вот смотрите, несмотря на то, что была пандемия, мой первый визит, когда был в Беларуси, Александр Григорьевич поставил задачу. Выйдите на цифру 500 миллионов долларов США оборот. Мы на нее вышли до пандемии. Началась пандемия. Два года пандемии. В прошлом году мы выросли, причем выросли на треть, по сравнению с 2019 годом, до пандемии, 710 миллионов. За пять месяцев мы выросли еще на 30%. То есть как минимум у нас есть шанс выйти на 900 миллионов в этом году, а до миллиарда уже недалеко. Как-то мы привыкли измерять наш товарооборот в долларах. Не пора ли нам и здесь импортозавещение провести, измерять в рублях, российских, белорусских? Такая задача поставлена. Я думаю, что мы поэтапно будем уходить, конечно же, от расчетов товарооборота в долларах. Я, скорее всего, думаю, что мы со многими странами, нашими партнерами будем переходить на расчеты либо в нашей национальной валюте, либо в национальной валюте той страны, с кем мы выстраиваем добрососедские торговые и экономические отношения. Продолжение следует...